Всем привет! Вы на канале Pro Wrestling Generation и это Wrestling News 5 часть спец выпуск. Поехали! Первая новость. Джон Моррисон присоединился к Progress Wrestling Super Strong Style 16 в следующие выходные в Каменде, Северный Лондон. Нам прислали следующий названный финальный участник ежегодного зрелищного турнира Progress Wrestling Super Strong Style 16. Человек, известный большинству как Джон Моррисон, дебютирует Progress Wrestling в турнире Super Strong Style 16, который пройдет с 3 по 5 июня в Electric Ballroom в Каменде, Северный Лондон. Он возьмет соответствующий эпитет Джон Прогресс. После Super Strong Style 16 он также может быть известный как чемпион мира Progress в турнире с участием 16 человек, победитель будет вакантный титул, получит. Хотя для победы ему придется выиграть 4 матча за 3 дня, Джон завершает составы 16 человек, присоединяющийся к впечатляющему множеству талантов, предпочитающих шесть разных стран в первый день у ик Акенда в пятницу, посвященному юбилейному банку, пройдут все 8 матчей первого ранда, в полуфинале пройдет в субботу, а полуфинал и финал в воскресенье. Полный состав в алфавитном порядке. Арамис, Бигдамо, Каллум Ньюмен, Чарльз Кроугли, Чарли Депси, Крис Ритчуэй, Дин Олдмарк, Джейн Манни, Джек Эванс, Джонни Прогресс, Кид Лайкос, Мэгод, Малик, Рикки Шейн Пейдж, Робби Икс, Уоррен Бэнкс. Сетка турніра, включая все важные матчи первого рунда, будет объявлена через аккаунты Progress Wrestling в социальных сетях в выходные с 28 по 29 мая. Помимо захватывающего турнира, в выходные придут участие многие другие игроки из удивительного состава Progress Wrestling. В субботу вражда между Икаро Януар и Спайком Твиттером будет улажена. Поскольку пара соотвернулась в матче, я выложу, где проигравщий покидает Progress. Также во второй день командной чемпионки 01-21 встретятся Smoking Isis и Sunshin Machine в необычном матче по турной лестнице. В воскресенье чемпионка Progress среди женщин Жизель Шоу будет защищаться от бывшей чемпионки Кандзи в матче с двума или трех падений. Также в игре будет чемпион Atlas Luke Jacobs, который сразится с Акселем Три Тишером. Все эти матчи, а также множество других делают эту серию событий незабываемой. Будем ждать вторая новость. Тони Хан сообщил Данте Уайлту, что WDB Money in the Bank переезжает в меньшее здание. Тони Хан поделился некоторыми интересными новостями в сообщении, опубликованном сегодня в днем в Твиттере. Президент AEW подвел итоги своего четверга, когда он обедал со своим президентом UFC Даной Уайт, а также со своим отцом. Он сообщил Уайту новость о решении WWE перенести мероприятие «Деньги в банке» Money in the Bank 2 июля со стадиона El Gamed на MGM Grand Garden. Но арена была в Лас-Вегасе, штат Невада из-за более низких, чем ожидалось с продажей билетов. Деньги в банке столкнулись с конкуренцией, поскольку UFC 276 состоится на Т-мобайл-арене в ту же ночь. Хотя шоу WWE должно закончиться до главного события UFC той ночью. В последствующем Твиттере Ханс сделал ставку на WWE, назовав это гениальным Хона, пытающийся с Даной и UFC в Вегасе во время International Fight Week. Кроме того, он отметил, что у него была встреча с руководством Warner Bros. Discovery, что является хорошим знаком в отношении их предостоящей телевизионной сиделки. Необходимость переноса шоу WWE должна смущать Винса МакМехона, поскольку он дружит с Уайтом, и с точки зрения восприятия это заставляет WWE выглядеть хорошо, учитывая, что All Elite Wrestling привлечет больше поклонников для WWE на T-мобайл-арене по сравнению с WWE. Меньшее место в MGM Grand Garden Arena. Как сообщалось ранее, Роман Рейнс и Броклестер изначально декоративировались в деньги в банке. Тем не менее, они были удалены с рекламных роликов материалов для шоу, и говорят, что планы на них повесили в воздухе. Третья новость. Джефф Джаред возвышается в WWE. Джефф Джаред вернулся в WWE, поскольку член Завиславы теперь работает в сфере живых мероприятий. PW Insight сообщил сегодня, что Джаред занимается должностью руководителя высокого уровня, которая начнется на следующей неделе. Один из источников писал это, как что Джаред берет на себя прямые трансляции. На момент написания этой статьи, Джаред еще не прокомментировал свое возвращение в компанию. Джаред был введен в Завиславе WWE в 2018 году, прежде чем работать продюсером компании в 2019 году. А затем руководитель прямых трансляций, которые были оставлены из-за пандемии COVID-19, позже он ушел из компании. Ранее в этом году он появлялся в январском выпуске SmackDown. Он также должен появиться в подкасте Стива Остина Broken Skull Series на следующей неделе. В перерывах между выступлением WWE Джаред несколько раз выступал в GCW, а также был специальным судьем матча за титул чемпиона мира и NBA на Rocket Cup в этом году. В настоящее время Джаред ведет свой подкаст «Мой мир» и является частью группы владельцем бейсбольной команды малой лиги The Springfield Lucky Horses House в Иллинойсе. Четвертая новость. Тони Хан о повторном подписании контракта с Джимом Россом и интересы к бывшему звезде WWE под Киллеру Кроссу. Президент AEW Тони Хан появился на In The Cool League Pro Wrestling Podcast, чтобы анонсировать в воскресенье платный просмотр W Nothing. Хана спросили, насколько важно для него повторно подписать контракт с Джимом Россом. Он ответил, что это было очень тяжело. Я думаю, что это чрезвычайно тяжело. Я бы очень хотел, чтобы Джим Росс еще долго продолжал свою карьеру анонсера. Когда мы запускали, он был одним из самых узнаваемых людей. Он по-прежнему известен как, вероятно, величайший диктор рестлинга всех времен. Он нарицательный. Я думаю, что любая семья, которая когда-либо следила за профессиональным рестлингом, за последние несколько десятилетий в ряде компаний и в ряде регионов выходит из рамки профессионального рестлинга. Его голос EW, EW Dynamite, EW Rampage каждую неделю и в нашем ППВ W Nothing – это действительно большое дело. И как много он добавляет к шоу. Он сообщил, что Киллер Кросс заварился EW о том, что он является из тщательно отобранных противников в МГФ, чтобы сразиться в Ордлоу. Я уже разговаривал с Килл Кроссом, он отличный парень, я люблю его голос, у него отличный голос и, честно говоря, он отличный борец. Он большой, сильный, страшный парень. Я заинтересован в нем, я думаю, что он отлично работает, я был открыт для него в каком-то момент. Ну и пятая, последняя новость. Шарлотта Флэр из WWE и Андраде Эль Идоло из AEW сегодня поженились. Поздравляем звезду WWE Шарлот Флэр и звезду AEW Андраде Эль Идоло со свадьбой. Пара поженились сегодня и у них было много друзей, чтобы посмотреть церемонию. В начале 2019 года появились новости о том, что Шарлотта Флэр и Андраде стали парой и считается, что они вместе где-то с 2018 года. Несмотря на слухи о рассматривании в начале этого года, говорят, что их любовь сильнее, чем куда-либо. Шарлотта Флэр взяла отпуск в WWE из-за свадьбы и медового месяца. Пока нет информации о том, когда она или Андраде вернутся на ринг, но Шарлотта рекламируется для смокдаун в июле, поэтому она должна вернуться как раз к SummerSlam. Ну что сказать могу, поздравляем! Всем спасибо за присмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а с вами был Progressing Generation. Всем удачи, всем пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok